Сегодня 29 июня 2022 года. Ровно полгода назад, шесть месяцев назад, трагически погиб мой младший брат. 23.50, и 23.50 на одну или две минуты. Вот так все темно, и в ночь с 29 на 30 декабря 2021 года случилась трагедия. Погиб мой родной брат на железной дороге в Подмосковье. Было около 15 градусов мороза, а он был в беззимней одежды, жестоко избитый и совсем голодным. Это показалось у медэкспертиза. Ни кусочков желудка не было, раздетым, избитым. Явно криминалом. Ведется следствие. Медленно тормозят и все мне показывают. Расследование ведется поверхностно, ни одна бока. А все потому, что в этой трагической истории участвуют полицейские, сотрудники правоохранительных органов. и все. Конечно же я доведу все до конца. Обязательно. Не заставим следствие довести до конца. и все-все выяснить и выявить виновных в покушении на убийство моего брата. Оно было. Это показала суд, медэкспертиза. Там все указано. Убили его, замечательного братика. Оно очень хорошим было. Очень добрым. И к родным, и к чужим. Ко всем чутким и отзывчивым. Так много добра людям сделала. Все помнят только хорошо моего брата. Оно. 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 Полгода назад Мороз был до 15 градусов. Он раздет и голодный, и на железной дороге. Убили. Убили. Убили моего брата. Оно осветную омороз. Ну, дышу. Если так и дальше будет продолжаться следствие, намеренно затягиваться, обращусь к нашему президенту Путину. Он у нас гарант по всем вопросам. И доведём до конца. Обязательно всё выясним, иначе и не должно быть. Всё нужно выяснить основательно, подробно. Кому помешал мой брат? За что он? Покушались на жизнь. Цель была лишить жизни. Нет такой причины, не вижу, не было, чтобы отнимать жизнь. Полгода нас растут. Словно так давно не видела его братика. Он был самым лучшим у нашей семьи. Всегда. И жить бы и жить. Здороваясь. С планами на дальнейшую жизнь. Мы с ним собирались вот этим летом к отце или в середине июля, на август, на мой юбилей. Мы собирались уже в наш родной посёлок поехать. Мне очень хотелось. И братик Лёня давно не был там. Хотелось походить по родной земле. Но уже не поеду. Без брата не поеду. Вот я сейчас снимаю из своего окна. В это время. С 29-е на 30-е. Но только июня 22-го года. На улице 15 градусов тепла сейчас. Тоже 15 градусов. Только не мороза, а тепла. Какой вид. Брачка тоже нравила самую вид. Так он днём смотрел. Вечером. Вроде нет. Когда он смотрел, не было вот этих украшений на здании. Он уже много лет такой. С освещением. С новыми вот этими домами. Врачик видел, мы пятиэтажные, когда здесь стояли. А я говорила, что я снимаю часто из этого окна. И людям показываю. Да, показывала. И на сайте это своем. Братик улыбался. Моему хобби. Чем-то занимаюсь уже хорошо. Такая трагедия. Невозможно пережить. И обидно ощущение, что так расследуются дела о гибели наших людей. Такое впечатление, что мы никому не нужны. Ни живые, ни мертвые. Ни справедливости нет. У нас в стране плохо ведётся следствие. Медленно затягиваться. Нет заинтересованность в выполнении своей работы. Вот так я это понимаю. Сокрытие. Вероятно. Но то, что было преступление, криминал. Криминал. Это ясно, это видно из судебно-медицинской экспертизы. Я это всё читала, читаю. Читала, всё видела. И я с братиком безумно жалю. Лучше бы со мной такой сотворили. Чем с братиком. Да, с 29 до 30 декабря 2021 года. Когда погиб мой младший братик, здоровый, ничем не болел, следил за собой, жить хочу и жить, столько планов было, работа любимая, работу старался, был на хорошем счету, хорошо трудился, трудился он 17 лет, и до последнего дня, 29 декабря, не переставая, 17, у него стаж, он был в этом 22-м году, был бы стаж 50 лет, был бы стаж такой огромный, он был работающим пенсионером, он и не отдыхал, не выходил на пенсию, все время работал, работал, трудился, работать нравилось, с удовольствием работал, я был на очень хорошем счету, работа была близко от дома, недалеко, и город им нравился, а я потом скажу, какой-то город в Подмосковье. Я спрашивала, здесь вот продаются маленькие квартиры, да еще сейчас, наверное, здесь строится коммерческая, я спрашивала, почему не в Москве, поближе бы ко мне, у меня есть ипотека, он говорит, я там работаю, не хочу еще работать, и квартира была, и выплачивала кредит или чуть-чуть ему немножко осталась, квартира хорошая, такая однокомнатная, но уже он записал, купил на имя своего ребенка, не досвоили, жить-поезжать в хорошей квартире, с любимой работой, и место там неплохое, городок в Подмосковье, отняли, все отняли, даже жизнь моего брата, так получается, все отняли, все отняли, вот таким хорошим он был, для всех, почему так произошло, вот это все должно, должно выяснить все следственные органы, которые работают плохо, и мне очень странно, почему, почему затягивается, скрывают, если что скрывать, значит, и не все мне показывают, да я, конечно же добьюсь, добьюсь, чтобы расследовались полностью с самого начала, весь день, а не как сейчас, с одного и поверхностно, да, я потом обязательно еще сниму, возможно, ролик обращенный к президенту, если так будет плохо вестись следствие, а снимаю я на севере Москвы, здесь север города Москва, столица, здесь я давно живу, с 1985 года, и так давно изменяется наша охрана, скинула домом, красивый построенный, а, да, город Москва, – Господин! – сегодня яиц, я и отlatая 했어요, я Decapa, себя, очень трак beberapa, дар iteration, нейչ девяк muy фильмов, нYES, Горя, Продолжение следует...